Всем привет! Сегодня мы находимся в городе Каунас. Это литовский город. Находится он в 100 километрах от Вильнюса, уже в сторону моря. Мы специально решили остановку сделать здесь, потому что в Вильнюсе мы уже были, а до моря остается 250 километров, чтобы не терять целые сутки, мы решили остановиться здесь. Итак, вот наш отель. Четырехзвездочный отель Амбертон Козей. Дело в том, что по дороге сюда нас остановила полиция, мы на самом деле ехали медленно, подумали, что неправильно повернули, но просто оказалось, они за нами решили поехать и проверить документы у нас. Да, помимо этого, еще тут получается, что этот отель непосредственно находится в старом городе, прямо в центре старого города. Да, и мы немножко поблуждали по этим узким улочкам, при этом они все моченые булыжником. Мы тут как поскакали по ним. Многие дороги односторонние, везде стоят кирпичи, поэтому мы... Да, но есть такие, знаете, там кирпич для автобуса, и ты такой сначала туда-сюда нельзя, потому что кирпич, а там, блин, для автобуса, значит, можно сюда. Ну, короче, туда-обратно, туда-обратно. Да, но немножко поездили. Вот. Жалко, что все это немножко не снялось на камеру. Сейчас мы идем в центральную часть непосредственно старого города. Тут вот написано Сантакас Паркас. Мы только взяли карту на стойке регистрации. Вот. Сейчас будем все изучать. Вы будете вместе с нами, ну, потом немножко где-нибудь найдем приятное местечко и все вам расскажем. Думаю, да. Мы расскажем, наверное, как мы доехали до сюда, да? Немножко расскажем, как границу прошли. Да, да, конечно. Погуляем, пока солнышко, пофоткаем и где-нибудь уже на закате присядем. Смотри, памятник велосипеда. Ну, наверное, какой-то другой памятник, но с велосипедами. Что нужно здесь? Ну, позавтракать мы немножко решили рассказать все-таки о камнусе. Совершенно мы вчера не нашли информационного центра, где можно посмотреть. Как вы прошу его на языке, да? Поэтому мы вечером залезли немножко в интернет. Вот. И уже по факту, как работа находится, мы сверяли свои ощущения с теми ощущения, которые написаны там. Вот. Акранус является вторым подлечением города в общей жизни. Почти, как бы, считается 400-400 жителей в нем, 400-300, 400-400 жителей, да, 4 тысячи жителей. Вот. Ну, маленький город, на самом деле. Нам показалось, что он совсем маленький. Плов. На солнце вообще отлично. Неужели мы попали в лето? КОНЕЦ 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 Помимо этого, говорят, что сами Каунасовские называют свой город рассадником мафии. Не знаю почему, нам показалось, что это рассадник студентов. Потому что очень много молодежи и, как оказалось, очень много институтов именно сосредоточены в Каунасе. Вчера только несколько гуманитарные проходили и Каунасовский институт, и Вильнюсовский институт. Из достопримечательностей, которые мы прогулялись, как раз получается, что та улица, на которой мы снимали и гуляли все равно основную часть своего времени, это полтора километровая, как там она называется, у нее название такое, Лайс-Лейс-Аллея. Это полтора километровая улечка старого города с ресторанчиками и магазинчиками. На доминочке мы не застали, потому что уже время было позднее, но увидели, что есть такие оригинальные, в которые хочется зайти. Какие там, да, помнишь, деревянные какие-то там, ну, интересные есть, может быть, сегодня мы туда еще прогуляемся. Когда приезжаешь в чужой город и попадаешь именно вечером в него, чтобы насладиться именно... Солнце не печет просто. Нет, атмосферы города вот как-то вечером, может быть, выходной, сегодня воскресенье, кстати. Вот, я, может быть, очень близко показываю свое лицо, вот, именно почувствую эту атмосферу. Сейчас такая теплая погода, такое спокойствие вокруг. Ну, в общем, так замечательно и приятно прямо гулять, никуда не спешить. Есть еще старые трамвайчики, как это, фуникулеры, которые сохранились там из какого-то, то ли тринадцатого века. Вот, их отреставрировали. Ездят они, по-моему, всего лишь, там, то ли двести пятьдесят метров, там, ну, то есть, там, совсем маленький промежуток. И вся достопримечательность, именно, что они ездят и что вот они сохранились в том разном виде, который есть. Этот, там, островок есть в Калмосе, как раз парковая зона, не вспомню, как он там на карте называется. Вот, именно там они ходят, эти трамвайчики, то есть, на них можно прокатиться, можно просто рядом пройти, в пешей доступности, на горку подняться, пешку. Вот, потихоньку мы ходим кругами по старому городу, пытаемся найти информационный центр, хоть какой-то, чтобы взять или карту, или что, на русском языке, чтобы почитать немножко. Да, хоть немножко почитать о городе, потому что, ну да, я не спорю, конечно, можно начитаться много всего в интернете, и тра-та-та, и там идти диктовать это все, но... Ну, смотри, мы вышли опять. Да, мы снова вышли к этому месту. Так вот, можно, конечно, начитаться о городе в интернете, и потом вам рассказывать, но больше мне нравится им заходить в такие... вот центры с проспектом, потому что там, как-то, как-то говорят такие вещи написаны, которые не всегда есть в интернете. Не знаю, почему, ну, и как-то интереснее читать о городе, когда ты находишься именно в нем. То есть, вот ты идешь по этой улочке, да, а улочка вот эта, что-то значит, и там, и ты идешь и понимаешь, ага, а так, когда ты сухо читаешь это все в интернете, ты должен это, как бы, запомнить, да-да, вот там, ну, конечно, есть такие места, которые в любом случае запоминаешь и помнишь, и рассказываешь о них. Ну, вот, попробуем найти такое место и здесь. Это пешеходная улочка, ну, вот мы сейчас по ней пойдем, это центральная улочка города, старого города, вот, с кафешками, ресторанами, красота вокруг. Да. А с вами была новая передача «Брюнетка в объективе». Почему? Я только что придумал. Хорошая идея, да, но помало? Я не знаю, она нашатается вся эта брюнетка. Брюнетка немножко под градусом. Да. Это старый костел, один из самых старых здесь, который в этом городе находится, насколько я понимала. А, кстати, хотела прочитать вам, почему ее назвали Каумус. А, кто основал? Кто основал? Легенда гласит, что Каумус, находящийся в 100 километрах за передней Вильнюсе, был основан молодыми влюбленными с трагичной судьбой. Прекрасная дева Медлида внесла священное выслу, возгубленную, не называя фамилией. Одненько хэппи-энда не произошло. Молодые люди были убиты раздневными богами, но успели дать рождение Каумус. Ну, как-то вот такое, легенда. Город датируют, археологи, по крайней мере, датируют именно 13 веком. Основные постройки уже, конечно, в 15-16 веках были. Именно тогда началась торговля, потому что здесь есть река, соответственно. Ну, вот такой исторический экскурс немножко по Каумус. Кому интересно. КОНЕЦ Ну, что, давай немножко расскажем о том, как мы приехали сюда. Как мы здесь оказались. Ой! Выехали мы в 5 утра. Да. Через сколько? Через примерно 5 часов на границе мы были. А, ну, смотрите, где-то, ну, наверное, не впрямь тут 5 мы выехали. Наверное, 5 мы встали. Да, в 5 мы встали, в 6 утра мы в итоге уже выехали. Да, получается, что где-то граница была у нас где-то 12-30. 12-30. 12-30 мы подъехали, ну, 12. Да, ну, в принципе, все вот это расстояние, получается, мы очень быстро проехали, да? Как-то не заметили, да? Ну, причем останавливались. Мы, ну, как бы, пили чай, смотрели на поля красивые белорусские, которые созрели, такая пшеница, кукуруза. Ну, оказывается, кукуруза не созрела, но красивая. Да. Да, ну, да, фоткали стоги сена, которые собраны. В общем, не торопились мы сильно. Ну, так, конечно же, прям часами там торчали на этих остановках. Да, к 12-30 мы подъехали границей и офигели. Да, когда мы начали подъезжать к ней, ну, не знаю, ну, километра за три, наверное, увидели очередь фур. Такого мы давно не видели. Может быть, даже вообще, наверное, не видели. Да, да, очень так. Вот, фуры уже стояли в очереди, да, на обочине. Ну, да, они как бы стояли, ждали своей очереди. Вот. Ну, мы, как всегда, их объезжали почти повстречной. Да. Вот, ну, и в итоге уперлись в тоже немаленькую очередь легковых машин. Да, легковых машин, то есть, ну, а штучно сложно, да, сказать, что это было. Ну, все люди нервничали, там все повыходили. Говорят, что в Беларуси все нормально, быстро делали, а не пропускала именно Литва. Да, нам как бы сказал этот, как он там, водитель фуры. Вот. Сказал, что, нет, он мне сказал, что не работали. А, не работают компьютеры, да, якобы все вручную записывают. С пятницы висят, а сегодня воскресенье. Ну, да. С пятницы висят компьютеры, вроде как они все пишут вручную. Ну, и там пять машин в час. Ну, представляете, размеры очереди. Фурфуры, поэтому, получается, и стоят. Вот, в итоге мы постояли-постояли и решили пойти немножко узнать, да? Ну, да, можно ли как-то там пробиться путем экстерна. Вот, ну и нашли хитрый способ, в итоге проехали немножко раньше других. Да, в итоге на границу мы потратили два с половиной часа, то есть, ну, это нормальное время, на самом деле. Да, пролетело незаметно, я даже, когда мы выехали, не понял, что мы уже в Литве. Единственное, что, когда вы подъезжаете вот этот пост пограничный, мы проезжали через пост пограничный, который на Вильнюс идет, да? То есть, имейте в виду, что вы, когда подъезжаете к белорусской погранзоне, то есть, ну, въезжаете на погранзону, вы сразу, как только шлагбаум проехали, и встали на саму границу, ну, вот, так называемая, да? То выходите из машины, сразу проверяйте фейс-контроль и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потом только садитесь в машину. То есть, не ждите, что к вам подойдет человек. Ну, я имею в виду именно этот пост. Ну, да, здесь просто получается, в отличие от Польши, ну, да, 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 от Польши, где мы проходили, там все делалось автоматом. То есть, мы подъезжали к нам, к окошку подходили, все документы собирали, потом также отдавали. То есть, здесь нужно вставать в живую очередь, да? То есть, в принципе, все из машин выходят и вот идут к окошку, там занимают. Да, да, да. А потом уже приходит непосредственно работник таможни, проверяет машину и выгоняет сразу 10 машин и уезжает. То есть, потоково все. Потом уже на территории Литвы все цивильно она собрала, то есть, как бы с нас, как всегда, документы потом отдала, то есть, не было такого. Вот именно территория Белоруссии. Вот. В итоге мы проехали по Литве, заехали в Икею, в Вильнюсе. Да, Вильнюс такой маленький. Я уже говорила о том, что мы, ну, обычный Икея, как она делается? Ну, там, на крайне города. Ну, город обычно, в Москве, сложно не заметить Москву, там, например, или Питер. Ну, что угодно. А тут вообще какие-то леса, поля. По карте, вот он, Вильнюс, там, центр показывается. А тут вот, ну, вообще... Не, ну, красиво, зато зеленый город. Ну, да, зеленый. Зеленый, старый, на холмах. Да, да. Да, ну, мы решили, как я уже говорила, что мы решили не останавливаться в Вильнюсе, ну, кроме того, что мы походили, почапали по Икея. Икея, конечно, классная. Ничего нельзя сказать. А, у нас украли сумку. Да, произошел такой момент. Мы увидели, как другие люди, в принципе, бросают свои корзинки, ну, и ходят, смотрят там. Ну, когда, там же не зайдешь посмотреть, там, например, там, квартира, кухня, там, туалет, даже не пройдешь. У нас на тележке висела сумка, в сумке лежали две свечки. Да. Вот, в итоге мы отвернулись, ну, буквально, я не знаю, на 20 секунд, да, то есть, вот только-только отвернулись, поворачиваемся, а сумки уже нет. Тележка стоит, а сумки нет. Ни свечек, ни сумки. То есть, не дай бог, что бы там было. Конечно, слава богу, свечек там ничего не было. Да, элементарно, случайно, можно было положить туда, ну, что-либо, там, телефон кинуть, не знаю. Да. Как-то так. Ну, вот как-то так, имейте в виду. Может быть, кто-то случайно взял, может быть, специально проверяли. Да. Всякое бывает. Вот, потом мы очень быстро доехали до Каунса, то есть, отвернулись до Каунса ехать 100 километров, доехали мы их меньше часа. Хотя, ремонт дороги там был, в принципе, то есть, скорость средняя была где-то 8-7 километров в час. Все равно мы доехали быстро. Они заметили. И здесь, в Каунасе, нас удачно взяли. Нас остановили прямо на ходу. Да, на ходу. Мигнули нам сиреной, да? Ну, он сначала мигнул, ты говоришь? Ну, да, он, видимо, помигал сначала, да, а потом включил сигнал. А потом он сигнал такой. В итоге мы остановились прямо на середине дороги, то есть, мы даже на обочину не съехали. Остановились просто. Там обочины-то не было. Ну, да, там обочины не было под мостом. Под мостом. Вот, он тоже остановился сзади нас. Каунас подошел, попросил документы на машину, водительское удостоверение и паспорт. Вот, в итоге все это забрал и пошел к себе в машину. Сидели они там, наверное, минут 5-10, да? Ну, да. Мы проверяли, мы смотрим в заднее зеркало, они там прям все втроем уставились, вот эти документы, я не знаю, в компьютер, то есть, видимо, или что-то пробивали, или записывали. Не знаю. Трудно сказать, не знаем. Может, правда, может, какие-то зарядки идут. Вот, в итоге он потом нам все отдал, попрощался с нами. И пока мы ехали по городу, еще минут 10 он нас вел. Ну, да, то в дороге едет, и я там еду. То сзади за нами медленно едет, то сбоку нас обгонит, параллельно едем, то спереди. Ну, может, они там следят, куда мы поедем, там еще что-нибудь. При этом мы думали, что мы все это записываем. На самом деле мы должны были записывать, даже как он к нам подходит, подъезжает, и все. Да, камера была включена. Все, что случилось, да. А как оказалось потом, я элементарно забыл вставить флешку. Да, мы едем, мы вам рассказываем такие. Потом после ментов мы поехали искать наш отель, а у нас отель оказался прямо в самом центре старого города. Да, то есть, мы интересно поснимали, поездили по улочкам, по старым. Да, улица шириной с машиной, мы едем такие, о, круто, мы все это снимаем такие, ля-ля-ля, все расскажем. Да, в итоге ничего не записали. Ну, ладно. Может быть, это и к лучшему. Снова с руки будет снято, что тут, может, обратно на выезде, ну, хотя, не знаю, теперь сориентировались, потому что мы немножко наяривали круги, потому что то кирпич, ну, я уже повторяюсь, да, то же самое я говорю, то кирпич, то еще что-нибудь. Ладно, сейчас мы уже пойдем в отель отдыхать, завтра нам ехать еще с 250 километров до Паланги, до моря. Да, завтра будет море. Вот, пожелайте нам хорошей погоды, ну, точнее, надеюсь, она уже была на тот момент, когда мы это все выложим. Вот, и мы будем загорелые, счастливые, довольные. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok